Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вы все знаете, что сегодняшнее воскресенье, накануне Великого Поста, Церковь посвящает воспоминанию Адамова изгнания. Почему это так важно, что накануне Поста, а накануне самого величайшего, важнейшего периода в жизни Церкви, Четыридесятницы, подготовки к празднику Святой Пасхи, вспоминается именно это событие. Ни почему другому, как потому, что это кровно, жизненно связано с каждым из нас. Но мы можем сказать, да, мы читали Священное Писание, читали Великую Книгу Бытия, великую, столь же великую, сколь и таинственную, и знаем о том, что когда-то наш праотец Адам променял Божественное на Плотское, самоволие на послушание, несовершенное свое сознание, свою несовершенную волю променял на то, что предлагал Господь. Любовь, искреннее послушание в сотворчестве с Богом и вечность променял вечное на временное. Но какое отношение это имеет к каждому из нас? Ну да, это был наш праотец, мы верим Священному Писанию. Но мы-то здесь при чем? Мы в этом, в чем виноваты в грехопадении Адама? В чем наша вина, что из поколения в поколение все люди страдают, как говорит Святая Церковь, именно за это? Но вы знаете, в чем удивительная тайна этого события? Рассказана она в Библии, как грехопадение Адама, как его перед этим счастливейшая, радостная жизнь с его Отцом и Творцом Богом, а затем его доверие не Богу, а дьяволу и самому себе, и изгнание из этого счастливого, уготованного ему места. Так вот, сегодняшняя служба Святой Церкви, если вы внимательно слушали утреннюю, канон на утреннюю, Церковь все время подсказывает эта история не только про Адама, эта история про каждого из нас. Церковь постоянно подсказывает нам внимательней отнеситесь к этому. Церковь говорит, в Адаме каждый из нас умирает, а в Христе воскресает. Церковь говорит в молитвах божественной литургии и Василия Великого, и Иоанна Златоустого, то от небытия в бытие нас привел Иси, и отпадшее восставил Исипаки. Каждого из нас от небытия в бытие не только Адама, а в Адаме каждого из нас привел в бытие, каждый из нас отпал, согрешил, и Господь восставил нас снова во Христе. Каждый из нас знает, что есть жизнь наша телесная, которая неведома нам. Жизнь в утробе нашей матери, она непостижима для нас. Как Господь созидал ее, как Господь создавал каждого человека. Мы знаем, что это было, но, конечно же, не помним и не осознаем, как это было. Так вот, мы можем задуматься и о том, что предыстория нашей души тоже неведома для нас. и история, рассказанная нам бытописателем Моисеем в книге Бытия, она не про какого-то далекого от нас человека, пусть даже дальнего, дальнего, дальнего нашего праца, а про каждого из нас. Это я был душой своей в Эдеме. Это я был с Богом. Это я поддался соблазну Искусителя. Это я утерял свое духовное истинное Отечество. Это я получил вот эти кожаные ризы, в которые душа моя облеклась. Это я изгнан из Эдема. это мой плач воспроизводит сегодня Церковь Христова. Да и вся человеческая история это Адамов плач по потерянному нашему Отечеству, по потерянному и большинством людей неведомому и забытому. И чтобы подтвердить эти слова, давайте еще раз вернемся к вчерашнему дню, к утренне, канону на утренне, который читался накануне нынешней литургии. «Гряди, душе моя страстная, говорит Церковь, моя душа страстная, плачет твоя деяние днесь, воспоминающая первое твое обнажение в Эдеме, им же изгнана быть от сладости и непрестанной радости». Не о Бадаме говорит Церковь, а для того, чтобы мы постепенно поняли, что о каждой из нашей души. «От многого благоутробия и щедрот создателю твари» к Богу обращает эта душа «творче всех, отперси, оживив мя прежде, заповедал Есипететя со ангелы твоими». Вот какое было пребывание души в Эдеме. «Части сподобился ас страстный от тебе, владыка в Эдеме, увы мне, как опрельстився и дьяволом позавидився, отвержен бы от лица твоего». Не от лица Адама говорит церковь это Богу, а от лица каждого человека. В душе Адама уже была душа каждого из нас. «Владычествуй всеми веками, Господи, создавший меня волею Твоею, заведно мя льстивым змием иногда». Льстивый змей позавидовал мне тогда, «И тебе прогневал спаси, не презри Божий, но воззови меня, воззови меня, падшего тогда в Эдеме». Снова и снова говорит нам церковь, для того, чтобы мы поняли это, что плач Адама и все то, что произошло тогда, относится ко мне и к каждому из нас. И еще одно подтверждение именно такой таинственной мысли церкви. На стихах и ныне в каноне, как мы знаем, идет обращение ко Святой Богородице. Так вот, что говорит церковь ко Пресвятой Богородице? «Богородительнице Дева, яка Адамово тщи по роду, по благодати же Христу Богородительнице, меня изгнанного от Эдема ныне воззови. Уже Адам воздвигнут Господом Спасителем в его воскресении, мы знаем это. Матерь Божия, так же, как и мы, потомок Адама. Но здесь церковь говорит не об воззвании Адама по молитвам Пресвятой Богородицы, а о воззвании меня изгнанного из Эдема ныне воззови. Вот почему мы должны внимательнейшим образом отнестись к этой мысли, которую снова и снова предлагают предлагают нам для нашего духовного рассуждения Святая Церковь. Мы кровно, духовно, жизнью связаны с тем самым страшным событием. в том, что каждый из нас в некой своей предыстории был насельником, гражданином небесного царствия, наследником царствия небесного, наследником всех благ сотворенных Богом. и каждый из нас изменил духом этому своему наследничеству, променяв вечное на время. Поэтому плач Адама это плач каждого из нас. Поймет ли это человек или не поймет, от этого зависит, насколько глубоко он прочувствует всю страшную трагедию от падения и себя, и всего человечества от Бога. А прочувствовав это, возжелает Спасителя, осознает то, что вернуться туда, где предназначено нам быть, мы можем только с помощью того, кто может спасти нас от дьявола и от самих себя, от соблазнителя, которому мы непрестанно поддаемся, не имея сил человеческих противостать ему, и от самих себя, которые из послушания Богу Отцу перешли в послушание нашему ненавистнику. святая церковь в этой же службе еще раз призываю вас, мы стараемся читать громче, стараемся читать разборчивее, сделали даже особые приборы, усилители для того, чтобы все выслышали, особенно в эти дни Великого Поста. Внимательно слушайте богослужения, не отвлекайтесь, уж если мы пришли в храм, так что тратить время на мечтания, суетные мысли, на в уме делание каких-то своих мирских дел, для этого множество времени вне церкви, если уж пришли внимательнейшим образом, займитесь тем, что говорит, о чем пытается заставить нас задуматься, Святая Церковь. Так вот, во вчерашнем богослужении о смысле поста, о смысле Великой Четыридесятницы, о смысле пути от нашего изгнания из Эдема вместе со Спасителем до его распятия ради спасения каждого из нас и до воскресения приведения нас в жизнь вечную, вот по этому пути мы и пойдем Великую Четыридесятницу. Вот о чем говорит Святая Церковь, что есть смысл поста. Я прочту по-славянски, а потом мы вместе с вами это еще раз прочтем на русском языке. Хотя, я думаю, все и так будет понятно. Приспе время, пришло время, духовных подвигов начало, над демонами победа, всеоружие воздержания, ангельское благолепие, красота ангельская, красотой спасется мир, к Богу дерзновение в молитвах и в предстоянии. Тем бы Моисей быть зиждителю собеседник, и глаз невидимо, и слух прият, именно постом и воздержанием строгостью к проявлению своих плотских проявлений человека. Вот этой строгостью Моисей напоминает нам церковь. Был вседержителю Богу собеседник в молитве. Что такое собеседник? Не только он обращался к Богу, но и Бог отвечал ему. Это та цель, которую мы ставим все в своей молитве. Голос Божий невидимо приял и вслух свой, то есть услышал Слово Божие. Господи, тем сподобие и нам поклониться Твоим страстям и святому воскресению, яко человека любиться. И в Евангелии Святая Церковь просто доступно и ясно говорит нам о цели, важнейшей цели поста. В Евангелии и в апостольском чтении сегодня Церковь говорит, если вы хотите получить от Бога прощение, множество тяжких наших грехов, если вы хотите приблизиться к Богу и познать Его, увидеть Бога, для этого есть один простой способ. Не осуждайте, не судите и не осуждайте никого. Перед своим Господом человек стоит и перед своим Господом человек падает. Множество раз Господь говорит нам об этом в Святом Евангелии. Но если Он так много раз об этом говорит и апостолы вслед за Ним, это обличает наше человеческое упрямство. Если Богу одного раза недостаточно сказать не судите, да не судимы будете, каждый предстанет на суд Божий и для того, чтобы избежать этого суда, где знают все наши дела и помышления, нужно всего лишь одно, не осуждать ближнего. Но снова и снова Господь и в словах, и в притчах своих повторяет то же самое. Потому что мы тупые и ленивые, мы не в состоянии услышав исполнить, да больше того, не в состоянии услышав услышать, слышащее не разумеем. И снова в начале Великой Черезвятницы говорит Господь нам. Не осуждайте и этим уже спасетесь. Господь знает наши немощи. Господь знает, что большинство из нас неспособны на те подвиги, на которые по-настоящему способен человек из нашей ленности и себелюбия. Но хотя бы не осуждать. и второе. Все совершайте не перед людьми, не под тщеславию, а перед Богом. Как вы были когда-то в Эдеме, мы не помним этого, но душа наша была там. Вот встаньте перед Богом и самим собой. И так и живите. И тогда ваше сокровище будет не здесь на земле, где оно непременно будет разрушено, а оно будет там, и где сокровище наше, там будет и наше сердце. Услышим ли мы эти слова Спасителя? Покажет время, каждому из нас покажет это наше же прохождение поприща Святой Четверидесятницы. Окажемся ли мы глухи или все-таки в этом церковном году по молитвам Святой Церкви раскроется наше очерствелое сердце к слову нашего Небесного Отца, Который вновь призывает нас в то прекрасное истинное наше Отечество, из которого мы по нашей вине, по нашему желанию усложнения себя низвергнуты и сейчас пребываем вот здесь как церковь говорит в стране изгнания. Аминь. 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 Субтитры